В эфире Мир Наций, гид по мультикультурной жизни сибирской столицы. Сегодня в выпуске мы окунемся в атмосферу творчества, узнав больше о проекте «Языковая арт-резиденция». Побываем на первом учебном дне в городском межнациональном центре. Посетим урок, посвященный борьбе с терроризмом и брифинг, организованный консульством Узбекистана. Оставайтесь с нами, впереди вас ждет много интересного из жизни многонационального города. Сегодня мы хотим поговорить о федеральном проекте «Языковая арт-резиденция». И у нас в гостях Анжелика Засядько, руководитель данного проекта, и Анна Темникова, участница проекта. Давайте сначала поговорим в целом, что представляет из себя данный проект, и самое главное, кто стал его участниками. Проект реализует ресурсный центр в сфере национальных отношений при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Участники – это молодые поэты и писатели, кто пишет литературу, современную литературу, на своих родных языках. Мы их выбирали, это был конкурсный отбор, они проходили через вебинарную программу. У нас было 8 тематических вебинаров. Мы выбрали вот такую десятку с помощью конкурсного отбора, которая поехала в июне в Башкортостан. И они приехали из разных совершенно уголков. Это была Камчатка, это Мариэл, Чувашия. Самый северный у нас точка – это мыс Каменный из Ямало-Ненецкого автономного округа. То есть и разноязычные. Результатом проекта у нас являются клипы на литературные произведения, которые вот ребята кто-то сочинил непосредственно в резиденции, кто-то подавал как конкурсную работу. И будет у нас сборник именно литературных произведений, которые выйдут вместе с переводом. И причем художественные переводы они иногда вот сами друг на друга делали. Кроме художественных переводов у них получились очень интересные такие работы. Совместная работа – это литературно-театральный перформанс, родное, которое мы успели показать на трех площадках. Было такое мнение, что это мини-Россия. Вот такая вот Россия в миниатюре. Такой вот у нас проект, и он еще идет. Поездка в Башкортостан – это была кульминация, но там мы сделали очень много такого, собрали материала, над которым сейчас работаем. Вы уже упомянули, что языковая арт-резиденция, она закончилась таким перформансом. Анна, вы как участница, расскажите, как этот перформанс прошел и вообще из чего он состоял. У нас была главная задача донести до зрителя то, как звучат наши стихи, то, о чем наши стихи. Естественно, что без перевода это все дело могло загнуться, так сказать. И поэтому мы старались подобрать сценки таким образом, чтобы было визуально понятно, о чем мы говорим. Подбирали очень долго интонации. И когда зрители все это смотрели, мне кажется, они сердцем понимали, о чем мы говорим. И когда мы все это дело продумывали, очень важно было показать не только, что мы разные, наш язык разный, наша культура разная, наши традиционные костюмы разные, да, но и то, что мы вместе. И каждый раз, после каждого выступления участник крепил такой кусочек сердечка, вот, с надписью на своем родном языке. И потом в конце это получалось огромное такое сердце. Вот, все вместе это было Россия, мы его переворачивали. Вот, мне кажется, очень было интересно все это соединять, объединять. Такой показатель, да, вот приходили люди, высокие очень гости. Мы на пять минут, мы только чуть-чуть посмотреть. И оставались до конца, и еще в конце хотели сказать, вот свое именно впечатление высказать, потому что это действительно западало в душу. И было интересно, они сидели угадывали, а какой язык? Это очень интересно и действительно вдохновляет на творчество и на развитие родного языка. А вот давайте поговорим как раз про это. Почему язык сохранять, развивать лучше всего именно в творчестве? Почему именно такой формат был выбран? Именно с помощью литературного художественного слова передается чистый язык. Вот, литературный чистый язык, то есть носитель вот этого литературного, литературного таланта должен применять свой талант в том числе и на родном языке, если он является еще и носителем родного языка. Это миссия. Давайте поговорим, наверное, о перспективах арт-резиденции языковой. Повторится ли такой опыт, смогут ли участники побывать на таком интенсиве, таком интерактиве и вот опять повзаимодействовать все вместе? Участники были очень вдохновлены, немало вдохновлены были и проектная команда, члены проектной команды. И мы уже думаем над другой программой, которая могла бы состояться в другом месте для того, чтобы была коллаборация творческих людей, может быть, поэтов и композиторов, может быть, это будут еще музыканты, может быть, это артисты, которых нам очень не хватило во время съемки клипов, но очень хорошо справились друг с другом, значит, когда помогали друг другу. Мы продумываем такой вариант и не оставляем надежды, что нас поддержит какой-нибудь фонд, чтобы мы могли продолжить работу именно с молодыми литераторами, кто пишет литературу на родном языке. Первое сентября в городском межнациональном центре прошло необычно, ведь на календаре уже второе число, а значит, пора на учебу. Именно поэтому для учеников четвертого класса была проведена целая программа, шесть уроков по расписанию, история, родной язык, музыка, фольклор, физкультура и новый особый предмет для всех школьников страны. Будет урок истории о празднике, да, взрослым будет уже очень приятно вспомнить свое, как они учились когда-то, приходили на этот праздник. Будут уроки, посвященные семье. Семьеведение введено с 1 сентября 2024 года, соответственно, будет урок семьи. Семьеведение действительно заняло особое место в программе, ведь всех четвероклашек привели в школу родители. Вместе они смогли поотвечать на вопросы учителя и даже отдохнуть на переменке после школьных звонков. Мероприятие прошло вообще замечательно. Ты вновь как будто окунаешься вот в этот мир детства, мир учебы. Причем все предметы вспоминаешь, что-то новое узнаешь. Ну, очень весело, задорно, то есть я в восторге. Публика в зале многонациональная, поэтому урок родного языка оказался особенно интересным для каждого гостя. Все команды получили буквари. И самые привычные нам слова, такие как папа и мама, зазвучали на всех языках многонациональной России. Мы сделали в День знаний урок родного языка, потому что наше государство очень многонациональное. И, конечно, помимо русского языка дети должны всегда понимать, что народов у нас очень много. И очень интересно всегда узнать, как звучат наши даже элементарные слова, которые мы употребляем каждый день на других языках. Интересно посмотреть, что есть буквари и другие, а не просто мы говорим о том, что у нас богатая литературная библиотека имеется в городском международном центре. Поэтому сегодня ребятишки лишний раз прикоснулись и к многонациональной России. На празднике знаний всем удалось повеселиться и как следует настроиться на новый учебный год. Ведь целое лето уже позади. А впереди только новые открытия и свершения. Мне кажется, вот лето, оно прошло очень быстро. А сегодняшний день мне очень понравился. Разные языки, как произносятся. Вообще просто класс! Супер! Ежегодно 3 сентября по всей России проходит День памяти и скорби о жертвах теракта в Беслане. Страшная и трагическая страница истории нашей страны не может быть забыта. Именно поэтому для всех школьников в этот день традиционно проходят особые уроки. Данное мероприятие посвящено Дню солидарности и борьбе с терроризмом. Это трагедия в Беслане, всем нам известная. Конечно, ежегодно проводятся данные мероприятия в рамках программы профилактика экстремизма и ликвидации его последствий. Цель мероприятия донести до подростков, до учеников учебных заведений средних, о том, что такое терроризм, насколько он опасен, как не попасться в ловушки, в соцсетях в том числе. В городском межнациональном центре собрались учащиеся 11-х классов. Для них была организована встреча с людьми, которые знают о терроризме всё, потому что они столкнулись с ним лицом к лицу. Открытый диалог вовлёк всех учащихся. Каждый из этого дня вынес что-то своё, определённо важное. «Самый такой контингент, который всю эту информацию впитывает в себя, просто правильность донесения, вот это самая главная, основная задача, правильно донести эту информацию. Потому что, что говорит масса сети, телевидение – это одно, а когда живое общение, это совсем другое. Живое общение начинается, один вопрос зададут, и всё, и потом тишина. Проходит там 5-10 минут что-то, сами рассказывают, всё, дети начинают уже как-то раскрепощение, начинаются уже вопросы. Ну, сами видите, был один вопрос, потом пачками пошли вопросы задаваться». Формат мероприятия запомнился всем участникам. Оживлённая беседа в неформальной обстановке порою затрагивала даже самые личные темы. Но на каждый вопрос приглашённые гости смогли найти ответ. «Всегда интересно узнать какие-то тонкости от людей, которые, к сожалению, участвуют в таких событиях. Интересно было задавать им вопросы, я задала достаточно такой скромный, милый вопрос про их талисман, и меня очень позабавило, что у одного из них талисман – это чебурашка. Было очень интересно их послушать». «Я хоть об этом теракте узнал очень давно и очень досконально изучал этот вопрос, и теперь понимаю, что, оказывается, я ещё много чего не знал. Например, о кладбище, названной «Город ангелов», вроде так, узнал, что спортзал, в котором держали заложников, оказывается, стал, так скажем, мемориалом этому теракту. Почему мы привели сюда именно старшеклассников? Потому что, с одной стороны, всё, что мы могли им рассказать в школе, за предыдущие годы уже рассказано. Их очень важно вывести к людям, которые действительно имеют к происходящему прямое практическое отношение. Чтобы не было вот этого стереотипа, ну, что могут сказать педагоги, они с этим никогда не сталкивались. Вот люди, которые сталкивались, вот люди, которые пережили. Даже для меня сегодня ярчайшее впечатление, что мы слушали человека, лично знакомого с Дмитрием Разумовским, человек, который очень нажал ему руку и на личном опыте может объяснить, почему этот человек – герой. 4 октября состоялся брифинг, организованный Генеральным консульством Узбекистана, на котором были освещены важные аспекты предстоящих парламентских выборов. Мероприятие вызвало интерес у представителей узбекской диаспоры в Новосибирске и Сибирском федеральном округе. В ходе брифинга Генеральный консул Узбекистана акцентировал внимание на значимости этого события для страны. Сегодняшний брифинг посвящен предстоящим выборам в Законодательную палату нашего парламента, Али Маджлиса и представительные органы местной власти, которые состоятся 27 октября текущего года в Узбекистане. Это очень важное событие для нашей страны. Я буду говорить историческое даже событие, потому что эти выборы проходят после изменения, которые были внесены в Конституцию Республики Узбекистан в прошлом году. На основе референдума. Выборы впервые будут организованы по смешанной системе. Система предусматривает избрание 150 депутатов, 75 из которых будут выбраны по мажоритарной системе, а еще 75 по пропорциональной системе, когда избиратели голосуют за политические партии. Мы ожидаем от этих выборов прежде всего еще большей демократизации нашего общества, большие достижения во всех сферах, естественно, в торгово-экономической сфере, в сфере культурно-гуманитарного взаимодействия с государствами мира. В Сибирском федеральном округе мы рассчитываем провести предварительное голосование. Предварительное голосование будет проводиться до основного дня голосования, 27 октября, а, естественно, в Новосибирске наши соотечественники смогут проголосовать непосредственно 27 октября текущего года. Генеральный консул также подчеркнул, что ожидаемая явка на выборах среди узбекских граждан в России может достигнуть 70%. Выборы в Узбекистане станут важным шагом в демократизации страны и укреплении ее международных связей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова